Афанасьев. Старая хлеб-соль забывается. Попался было волк в капкан, да кое-как вырвался и стал пробираться в глухую сторону. Завидели его охотники и стали следить. Пришлось волку бежать через дорогу. А на ту пору шел по дороге с поля мужик с мешком и цепом. Волк к нему. Сделай милость, мужик. Схорони меня в мешок. За мной охотники гонятся. Мужик согласился, запрятал его в мешок, завязал и взвалил на плеча. Идет дальше она встречу ему охотники. Не видал ли мужичок Бирюка? Спрашивают они. Нет, не видал, отвечает мужик. Охотники поскакали вперед и скрылись из виду. Что, ушли мои злодеи? Спросил волк. Ушли. Ну, теперь выпусти меня на волю. Мужик развязал мешок и выпустил его на вольный свет. Бирюк сказал. А что, мужик, я тебя съем. Ах, Бирюк, Бирюк, я тебя из какой неволи выручил, а ты меня съесть хочешь. Старая хлеб-соль забывается, отвечал Бирюк. Мужик видит, что дело-то плохо и говорит. Ну, коли так, пойдем дальше. И если первый, кто с нами встретится, скажет, по-твоему, что старая хлеб-соль забывается, тогда делать нечего. Съешь меня. Пошли они дальше. Повстречалась им старая кобыла. Мужик к ней с вопросом. Сделай милость, кобылушка-матушка, рассуди нас. Вот я Бирюка из большой неволи выручил, а он хочет меня съесть. И рассказал ей все, что было. Кобыла подумала, подумала и сказала. Я жила у хозяина двенадцать лет. Принесла ему двенадцать жеребят. И за всех сил на него работала. А как стала стара, и пришло мне невмоготу работать, он взял да истощил меня под яр. Уж я лезла, лезла, на силу вылезла. И теперь вот плетусь, куда глаза глядят. Да, старая хлеб-соль забывается. Видишь, моя правда, молвил Бирюк. Мужик опечалился и стал просить волка, чтобы подождать до другой встречи. Волк согласился и на это. Повстречалась им старая собака. Мужик к ней с тем же вопросом. Собака подумала, подумала и сказала. Служила я хозяину двадцать лет. Оберегала его дом и скотину. А как состарилась и перестала лаять, он прогнал меня со двора. И вот плетусь я, куда глаза глядят. Да, старая хлеб-соль забывается. Ну, видишь, моя правда. Мужик еще пуще опечалился и упросил волка обождать до третьей встречи. А там делай, как знаешь, коли добра мы его не помнишь. В третий раз повстречалась им лиса. Мужик повторил ей свой вопрос. Лиса стала спорить. Да как это можно, чтобы Бирюк, эдакая большая туша, мог поместиться в эдаком малом мешке? И Бирюк и мужик побожились, что это истинная правда. Но лиса все-таки не верила и сказала. А ну, мужик, покажи, как ты сажал его в мешок. Мужик расставил мешок, а Бирюк сунул туда голову. Лиса закричала. Да разве ты одну голову прятал в мешок? Бирюк влез совсем. Ну-ка, мужичок, продолжала лиса. Покажи, как ты его завязывал. Мужик завязал. Ну-ка, мужичок, как ты в поле хлеб молотил? Мужик начал молотить цепом по мешку. Ну-ка, мужичок, как ты отворачивал? Мужик стал отворачивать, да задел лису по голове и убил ее до смерти, приговаривая. Старая хлеб-соль забывается. Мужик стал отворачивать, да задел лису по голове и убил ее до смерти.